Всем привет! Я нахожусь в Сан-Харбор. Это культурный центр нашего острова, Стейтен-Айленд. Здесь располагается великолепный ботанический сад, Стейтен-Айленд-Музей, детский музей, различные творческие студии, лабиринт. Также китайский садик прекрасный. Не уверена, что он сейчас открыт. Там единственное место, где платный вход, 5 долларов стоит. Мы много раз уже там были, но всегда с радостью посещаем вновь его. Пойду сейчас посмотрю. Ну, в любом случае, замечательная погода, светит солнышко, очень много цветов. Наслаждайтесь этим вместе со мной. Итак, Сан-Харбор известен как культурный центр, ботанический сад, находящийся на северном берегу Стейтен-Айленда в городе Нью-Йорк-Сити. Он представляет собой коллекцию архитектурно-ценных зданий 19 века, расположенных в парке площадью 340 тысяч квадратных метров. Сан-Харбор включает в себя 26 зданий в стиле греческого возрождения, а также итальянского и викторианского стилей. Это место считается ценным для Стейтен-Айленда и напоминает о морском прошлом Нью-Йорка 19 века. Это связано с тем, что когда-то он был домом престарелых для моряков. Сан-Харбор был основан к 1801 году по завещанию нью-йоркского капитана Роберта Ричарда Рэндалла. Открылся он в 1833 году и стал первым заведением для ушедших на пенсию моряков в истории США. Около тысячи моряков, ушедших на покой, жили в Сан-Харбор в период его расцвета в конце 19 века. В то время сама организация входила в список самых богатых в Нью-Йорке. Расходы на содержание дома составляли около 100 тысяч долларов. В тени 20 века Сан-Харбор начал испытывать серьезные финансовые трудности. Были изменены требования для содержания пожилых людей. И здесь оставалось не более 200 человек. К началу 60-х годов 20 века приют был перемещен в Силевел в штате Северная Каролина. Впоследствии была подтверждена историческая ценность зданий. И 12 сентября 1976 года культурный центр Сан-Харбор был официально открыт для публики. Он состоит из ботанического сада Стейтен-Айленд, включающего в себя Белый сад, Секретный сад. Это вот как раз лабиринт, который я показываю. Китайский сад, Розари, Эрн-Жирей. Также Нью-Хаус, Центр современного искусства. Морская коллекция Нобла. Детский музей Стейтен-Айленд. Экспонаты, выполненные руками детей, находятся там. Музей Стейтен-Айленд, естественно, посвященный нашему острову. Также художественная лаборатория, Арт-Лаб. Там проводится не только обучение детей, живописи, ну и не только детей, возможно, и взрослых, я точно не знаю. Также там проводятся различные выставки художественные. Мой бывший шеф там выставлялся. Очень интересно, я была год назад на выставке. Также на территории Снак-Харбора находится мюзик-холл. Мы с Василисой были как-то в нем один раз года полтора назад. Сейчас вы можете видеть оранжерею. А эти цветы находятся в небольшом парке, посвященном 11 сентября 2001 года, когда террористами была произведена атака на здание близнецы в Манхэттене. Они были полностью разрушены, погибло много людей. Вот здесь, в нашем Снак-Харбор-культурном центре создан такой мемориал. Стоит памятник пожарному. Ну, а это уже просто сад с цветами в центре парка. Трудно удержаться от того, чтобы сфотографироваться на фоне этих роскошных цветов. Прекрасная солнечная погода. Вот очень красивая беседка деревянная. Она полностью витоплещу. Вот я зашла в такую замечательную, увитую деревьями, листвой и ветками арку. Очень-очень длинную. Она скрывает, вас укрывает от жаркого зноя летнего. Замечательно, очень красиво. Люди здесь фотографируются все, и я не исключение. Вот такая красота. Неожиданно появился такой дядечка на велосипеде под старину, в шляпе-цилиндре. Он явно получает огромное удовольствие от того, что катается на глазах у изумленной публики. Люди, конечно, обращают на него внимание. Трудно сказать, кто он. Но не думаю, что это какая-то запланированная акция или специально запущенный артист. Скорее всего, человек, просто имеющий возможность кататься на таком необычном велосипеде. А сейчас я хочу подойти к лабиринту. Он сделан в виде средневекового замка с белыми башнями красивыми. Внутри там тоже все такое, под старину, ковка. К сожалению, сейчас он закрыт, скорее всего. На его территории сделан лабиринт. Кусты выстрижены таким образом, что производят впечатление настоящего лабиринта, где детки очень любят бегать, играть, искать выход. Такое развлечение. А это внутренний дворик башни секретного сада. Обычно через него проход в лабиринт. Это сооружение в виде беседки, под крышей которой занимается группа женщин. Я могу предположить, что занимаются они йогой. Йога, пожалуй, самый популярный вид спорта среди женского населения в Америке. А это беседка, очень красивая, в китайском стиле, в стиле пагоды. Затрудняюсь предположить, почему такое количество сооружений в китайском стиле в Снакхарбор. Наверное, это с чем-то связано. Я, конечно, не отказала себе возможности сфотографироваться там. Не я одна, люди все фотографируются. Очень красивый фон, замечательный, много цветов. Это группа одинаковых зданий, в левом из которых располагается вход в китайский садик. И в довершении мне хотелось бы показать вам небольшой пруд рядом с парковкой. Там живут черепахи и рыбки. Мне очень повезло, пришла семья, специально принесла хлеб. Кормили детки их, и черепашки жадно хватали ртами кусочки хлеба. На этом я заканчиваю свой рассказ. Спасибо большое за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok